Моё послание сегодняшнее. Поговорим на разные темы о мудростях жизни и общества. Для того, чтобы мы были счастливы, общество должно быть воспитано определенным образом. То есть оно должно быть поддерживающей средой. Это условия, условия нашего комфортного сосуществования. То есть мы открыты, мы не боимся знакомиться, общаться. Вот когда общество поддерживающая среда, то люди готовы к общению. И общество не... Да, готовы к общению и к творчеству. К проявлению себя, свободному проявлению себя. Если общество не является поддерживающей средой, то общество становится зоной дискомфорта, зоной стресса и зоной манипуляции сознанием. Вот, к сожалению, общество использовалось как механизм для управления людьми. Манипуляции сознания. То есть, каким образом? Усреднение происходило. То есть, не было цели формирования личности и счастья и общества как поддерживающей среды. А наоборот, была цель манипулировать сознанием, задать рамки человеку, ограничить его и управлять с помощью навязанных обществом и обществу, и обществом догм, норм. Которых на самом деле не существует. Они только в головах людей. И поэтому общество становилось таким орудием пытки. И до сих пор я это слышу. У старшего поколения особенно. Старшее поколение, там люди за 60, да даже еще моложе. Очень сильное влияние. Очень сильный страх общества. Страх перед обществом. Что обо мне подумают? Что обо мне будут говорить? Это самый большой страх. Сильнее этого страха ничего нет. И у этого страха есть позитивные, конечно, позитивные моменты. Потому что, например, известно, что среди причин, по которым люди не совершают преступления, это не страх уголовного наказания, кстати говоря. Это всего, по-моему, 30%. В гораздо большей степени это страх осуждения со стороны близких людей, родственников, одноклассников. Ну, общество. Но у этого страха есть и негативная сторона. Потому что проявление творчества, свободное проявление, выражение чувств, игра воспринимаются как риски. Риск. Вообще, конечно, надо рисковать. А мы будем говорить об этом, о том, что нужно рисковать обязательно. Это нормальное существование наше, когда человек рискует. А жизнь сама риск. Вот. Когда есть страх, вот оценочная зависимость, да, то человек перестает себя проявлять. И вот вы пишете о том, что родители подавляли. Вот Анна, по-моему, написала, что близкие люди подавляли. Говорили ей, не плачь. Ты должна быть сильной. Уважают только сильных. У нас там все, все женщины, по сути, воспитанные авторитарными матерями, родителями, они все железные леди. Но это ведь ужас. Это ужас, когда женщина, она железная. Это же просто она не соответствует своей природе женской. Это же просто... Ну ладно, не будем давать оценки. Но вот Анна понимает. Да и вот она стала такой жестокой. Я вам буду приводить еще примеры из русской литературы. Кстати говоря, очень интересные примеры. Вот у Бунина, например. Я очень люблю Бунина. У него есть там очень интересные рассказы. Вот. И Анна вот стала такой. Она не может построить отношения с мужчинами. Она очень жесткая, очень привыкла волевым путем. Привыкла все время защищаться, держать удар в постоянном напряжении. У нее нет теплоты. Она не доверяет этому миру. Да, она сильная, но сила, это сила ее слабость. Так и вот это кажется парадоксом. Но вот тут вспоминается Лао Цзи, мой любимый китайский философ Лао Цзи. Сильная, великая и сильная слуга смерти. Пожалуйста. Не состоялась как женщина. Что может быть хуже этого? Не состояться вот в этой природе своей. Не быть женщиной. Не познать эту радость, вот этой женственности. Быть слабой. Игры флирта, любви. И так далее, и так далее. Вот мы, я на консультациях рассказываю о женственности женщинам. Рассказываю, как это сделать. И очень помогает, очень помогает. Вот я даже там вот несколько консультаций и психотренинг. Я вспоминаю вот одну свою ученицу. Вот она как раз две консультации взяла и психотренинг. И я ее встретил через месяц. Я, ну просто это был другой человек совсем. Она улыбалась. Она была рада меня видеть. И вот, она очень отличалась от остальных людей. Это была вот женщина. Она так себя вела. Очень женственно. Очень и при этом уверенная в себе. Красивая. Вот энергетика такая женская. Прекрасно. Прекрасно. Очень рада. Все можно поправить. Ну, конечно, нужно время. И чем запущеннее случай, тем больше времени. Но все получается. Все. Даже вот такие женщины с глубокими психотравмами. С глубокими. Я вот тоже с такими женщинами. Таким женщинам помогаю. Вот выходим, выходим. И обретает уверенность в себе. Чувство собственной ценности. И так далее, и так далее. Так. Не забывайте быть добрыми по отношению к самим себе. Очень важно думать о себе. Я сегодня общался тоже. Ну вот. Услышал такую фразу. Что я люблю думать о других людях. Это последнее дело. Думать о других. Думать нужно только о себе. И это не значит, что вы будете эгоистами. Наоборот. Когда я думаю о себе. Я защищаю свои интересы. Я организую свое время. Я ценю свое время. Я занимаюсь саморазвитием. И так далее, и так далее. Много всего хорошего делаю. Потому что я думаю о себе. Я себя ни с кем не сравниваю. Нет у меня зависимости от мнения окружающих. Я не хочу никому нравиться. И так далее. В результате я занимаюсь саморазвитием. И в результате я оказываюсь востребован. И что самое интересное происходит. Что я делаю добро. Не потому что мне это предписано моралью какой-то. Нет. А потому что я хочу это делать. Потому что во мне столько любви и доброты. Что и силы духа. И характера. И воли этой. Что я вопреки обстоятельствам делаю добрые дела. Вот это. Вот это. Вот в этом и есть крутизна. И это может каждый. Будьте достаточно смелыми. Всегда. Всегда. Всегда делайте правильные вещи. Даже если другие их не делают. Но вот. Да. Психологическое. Такое вот. Вот такое состояние ума. Оно дает возможность делать правильные вещи автоматически. Даже не задумываясь порой. Все. Так. Кормите не эго, а душу. Жизнь, как зеркало. Она будет улыбаться вам, если вы улыбаетесь ему. Она будет улыбаться вам, если вы улыбаетесь ей. Да, так и есть. То, что мы посылаем в мир, мы получаем взамен. Абсолютно. Страх, значит, страхи приходят. Ненависть, ненависть. Если с любовью, если мы с радостью, мы получаем в ответ радости любовь. Это работает абсолютно точно. Аджиду Кришнамуртия. Последователь разрушает гуру, гуру разрушает последователя. Вот всякий раз, когда появляются последователи, да, во-первых, они искажают. Ведь очень слова, порой, ведь это же большая проблема. А то, как чужое сознание отражает мое сознание. Раз. Вот эта проблема понимания очень серьезная. Очень серьезная. Я вижу, что многие, ну, понимают в меру своего, там, своей испорченности, своего развития, своего опыта жизненного и так далее. Короче говоря, гуру, которые хотят подстраиваться под... Которые хотят иметь последователей, да, они вынуждены под них подстраиваться. И в результате, что они не развиваются сами. Это конец гуру. Вот эти люди, популярные гуру, да, я их послушал. А некоторых... Ну, что это? Ну, мне они неинтересны. Но у них миллионы, миллионы последователей. Все. Это... Это говорит о многом. Разрушают гуру. Последователи разрушают. То же самое гуру разрушают последователей. Потому что... Они навязывают свою концепцию жизни. Так нельзя. Вот я работаю с людьми, допустим, очень интересно это все. И я никому ничего не навязываю. Это чувствуют, они понимают. У каждого свой путь. Моя задача сказать человеку об этом, что у тебя свой путь. Иди своим путем. Неважно, куда ты придешь. Главное, иди в свой путь. Протари. Протари эту дорогу. Не сравнивай себя ни с кем. Не смотри по сторонам. Не смотри ни на кого. Нет никаких ориентиров. Ничего нет. Ты должен себя сделать сам. Что не убьет, то сделает сильнее. Рискуй. Будь смелым. Набивай себе шишки-синяки. Падай и поднимайся. Но это твой путь. Им должен идти. Иначе... Альтернативы достойной нет своему пути. Есть только свой путь. Дау. Только своя жизнь. Альтернативы ей нет. Быть как все, все это конец. Всегда приведет к разочарованиям. Посмотрите на стариков, которые не прожили свою жизнь. Это жалкое зрелище. И даже посмотрите вообще, даже не на стариков, а посмотрите на людей среднего возраста, на молодых людей, которые не живут своей жизнью. Мне очень жалко. Вот я сегодня гулял. Вот эти социальные контакты. Как это полезно. Я вслед за Мартином Бубером утверждаю, что всякая подлинная жизнь есть встречи. И не надо избегать этих встреч. И вот я общаюсь с людьми. Кстати, вот на нашем канале есть интервью с бывшим советником президента России Ельцина. Президент Ельцина. Советник его. Вот я у этого человека брал интервью. И этот человек необычайно любознательный, любопытный. Вот он открытый для общения. И вот он мне, вот он приехал в Эстонию и говорит, вот я хочу туда пойти, туда с теми пообщаться, с этими судьями пообщаться и так далее. Ничего себе. Вот такой мозг у него. Любознательный, да, вот. Короче говоря, вот я пообщался. И что я вижу? Люди не живут своей жизнью. Убивают время. Убийство времени происходит. Никак не наполнено. Пустая жизнь. Пустая трата времени своего. Эти девушки со сбитым прицелом. Боже мой. Вот так вот. Они просто убивают время. Они развиваются, да. Потенциал не раскрывает свой ничего. Убогая жизнь. Ну и себя пичкает сигаретами, алкоголем. Так что, гуру тоже вам ничего не предложат. Никто вам ничего не предложит. Мудрость моя, как психолога, состоит в том, что я ничего никому не навязываю. Я просто помогаю человеку найти свой путь и сказать ему всячески, что ты на своем пути. Иди, пройди свой путь. Добейся всего, чего ты хочешь добиться. Успеха, богатства, любви, уверенности, стать сильным и так далее. Прожить свою жизнь. И тебе откроется очень много всего. Очень много всего интересного. Но только на своем пути. На чужом пути ничего интересного нет. Ничего. Ваше счастье зависит от вашего сознания, от состояния ума, от мышления. Если ты хочешь быть сильным, проводи некоторое время наедине с самим собой, каждый день в тишине. Вот каждый день нужно оставаться наедине с собой в тишине. Вообще тишина, молчание обладает огромной силой. Вот попробуйте не говорить какое-то время. Не отвечать ни на звонки, ни на вопросы, никаких диалогов. Вот вы почувствуете силу умолчания, силу тишины. Это Эдип сказал. Как стать сильным. Лучше рискнуть, чем сожалеть. Рискуйте. Это всегда полезно. Полезно. Рискнуть, чем сожалеть. Так вы... Так формируется характер. Характер. Характер это все. Вот я вижу талантливые люди. Сколько талантливых людей. Боже мой. Но они ничего не добиваются. По одной причине. Бесхарактерные. Отсутствие воли. Безвольные. Потому что не рискуют. Не привыкли. Страхи. Риск-то... Дело благородное. По какой причине? Потому что нет страха. Потому что человек выше своих страхов. А страхи фантомны. Значит человек не живет в реальности. А кто? Человек который не живет в реальности. Не благороден. Значит. Ущербен. А кто не живет в реальности? Ну те кто выдумывает все. Вместо того чтобы. Видеть вещи такими. Какие они есть на самом деле. Быть красивым. Значит быть собой. Вам не нужно быть Как бы Чтобы вас приняли другие. Вам не нужно чтобы вас Принимали другие. Вам нужно чтобы вы Принимали самих себя. Такими какие вы есть. Вот это самое ценное. Пока этому не научитесь. Постоянно будет Конфликт Внутренний и внешний тоже. Постоянно будет Неудовлетворенность. Какое-то Какое-то разочарование. Недовольство собой. Потому что не можете Принять себя. Свою жизнь. Свою судьбу. Свой путь. Свою душу. Свой способ Мыслить. Воспринимать. Реагировать. Как это не принять. Это вот Настолько себя не ценить. Но мы и не ценим себя. В общем-то Большинство себя и не ценит. Итак. Извинение без Изменения Поведения Это только манипуляция Сознанием. Значит Извиняемся Мы Тогда Когда мы Изменяемся Запомните Это По-другому Это Болтовня Все Значит Есть две вещи На которые Никогда не надо Тратить свое время Первая вещь Это вещи Которые не важны И второе Это люди Которые думают Что Вы Не важны Ну что Не важно И какие Например Но примеры Надо привести Да Это Например Телевидение Не важно Новости Не важные вещи Вообще Я думаю Как Как Можно Имея Допустим Там Ницше Не знаю В конце Мишеля Монтэня Да Это Еще Авторов Прекрасных Там Психологов Замечательных Философов Как Как Можно Вообще Смотреть Телевизор И Слушать Новости Ну как Это же Просто Дебилизм Это Крайняя степень Тупости Если Вы Смотрите Телевизор И не Читаете Серьезные Книги Просто Идиоты Просто Идиоты Вы Тратите Время Своё На Ненужные Вещи Когда Можно Читать Углубляться Получать Удовольствие Огромное И Быть умными И Люди Которые Думают Что Вы Не Значите Ничего Значит Опять Когда Не Считаются С вашим Мнением Вот Да То есть Когда Выливают Негатив На вас Вот Тоже Это Не Считаются С вами Вы Средства А вот Когда Идет Сотрудничество Сотворчество Любовь Вот Когда С любовью Все Происходит Да Это Вы Значите Для Другого Человека Когда Человек Хочет Искренне Хочет Чтобы Вы Развивались Это Ценно Это Надо Ценить И Это Ценится Очень Высоко Вот Такие Люди Потребительское Отношение Это Значит Вы Ничего Не Значите И Вы Не Можете Дать Что Человеку Что Он Хочет Например Не Можете Или Не Хотите Даже Да Все Он Теряет Интерес К Вам Женщины Такие Есть Мужчины Такие Тоже Есть Так Что Не Стоит На Таких Людей Тратить Свое Время Абсолютно Точно Вам Говорю Потому Что Вы Если Вы Потратите Вы Разочаруетесь Вы Просто Деньги Потратите И Время Свое И Все Но Вы Там Инвестируете В Кого-то Но Ведь Не В Себя Же И Вас Не Будут Ценить От Больше Это Опять Вы Будете Делать Из Страха Меня Не Любят Или Вот Выпрашиваю Любовь Полюби Меня Подарочки Делаю Не Ценится Это Все К Сожалению Мир В мире Человек Не Ценится Поэтому Почему Потому Что Люди Сами Себя Не Ценят Начнете Себя Ценить И Вас Будут Ценить Не Важно Как Вы Себя Чувствуете Поднимаетесь Одеваетесь Действуете И Никогда Не Сдавайтесь Вы Никогда Не Забудете Человека Который Пришел К вам С Факелом В Темноте Вот Тема Очень Интересная Тоже Тема Доброты Я Вот Я читал Какие-то Посты Такие Тоже Что Типа Добро Не Помнят Ерунда Ерунда Помнят Добро Еще Как Да Вот Пишут Добро Не Помнят Потому Что Оно Не Оставляет Ран Да Вот Этих Психотравм Помнят Добро Помнят Я Прекрасно Помню Добро Например Сделанное Мне Прекрасными Людями Доброта Помнится И Вот Это Как Раз Это Очень Важно Делать Добро И Быть Добрым Потому Что Благодаря Этому Два Случа Два Примера Вот Смотрите Ну Отношение К власти Допустим Да Вот Александр Македонский И Диоген Ведь Посмотрите Что Сказал Александр Македонский Диоген Он Ему Сказал Что Если бы Я не был Александром Македонским Я бы Он был Диогеном То есть Вот Это Вот Император Да Обратился И Общался И Ценил Нищего Философа Почему За что За Свободу За Чувство Собственного Достоинства За Своё Собственное Мнение И Прожитую Жизнь Свобода Это Всё Жить Легко Красиво Свободно Вот Диоген Отношения Ещё Одним Вот ещё Одна История Доброты Значит Это История Связана С Адольфом Гитлером И Густавом Климтом Значит Они Встречались Гитлер Встретился С Климтом Когда Пытался Поступить В Академию Живописи В Вене Климт Уже Был Почётным Профессором Академии А Гитлер Зарабатывал Себе На жизнь Рисованием Небольших Картин С Видами Вены И Продавал Их Туристам В ресторанах И Трактирах И Вот Он Пришёл Климту Чтобы Показать Свои Работы Взять Несколько Уроков Живописи По доброте Душевной Климт Убедил Гитлера Что Такому Гению Уроки Ни к чему Надо Ли Говорить Что От Климта Гитлер Вышел Воодушевлённым Вот И Что В результате Вот этой Доброты Ненависть Гитлера Не коснулась Полотен Климта Их оберегали Несмотря На Еврейское Происхождение Автора Так что Видите Что делает Доброта Помнят Доброту Помнят И Не всегда Нужно Критиковать Человека Вообще Даже Не нужно Критиковать Я думаю Что Критика Она уместна Тогда Когда Речь идёт О каких-то Принципиальных Вещах Не связанных С эго Эго Непринципиально Поэтому Можно И Быть Добрым Человеком Если Там Не знаю Какое-нибудь Инженерное Сооружение Или Там Самолётостроение Да Вот Кстати Говоря Или Создание Космических Ракет Вот Здесь Нужно Быть Предельно Внимательным Внимательным И Объективным Чтобы Не допустить Катастрофы Кстати Кстати Говоря В американской Авиации Очень Долгое Время Из-за Просто Экономии Средств Из-за Того Что Закрывали На это Глаза Разбивались Самолёты Из-за Мелочи Буквально Вот Запомнилось Человеку И Сохранились Полотна Так Ну и конечно Всегда Помнятся Люди Которые Стали Стали Светом В конце Туннеля Да Или Вот В этом Темном Вот В этом Мраке Жизни Они Осветили Своим Присутствием Своим Вниманием Добротой Мудростью Умом Теплотой Да Хорошим Отношением Вот Эти Прекрасные Люди Я их тоже Помню И Я их Вижу Есть такие Люди Замечательные Так что Это Не забывается Доброта Не забывается Так что Я вот С той фразой Не согласен И чем Больше Мрака Чем Больше Мрака Между Прочим Между Прочим Тем Больше Ценится Этот Свет Который Исходит От Людей Если вы По-настоящему Не беспокоитесь О том Что люди Думают О вас Вы Достигли Опасно Крутого Крутого Уровня Свободы Вот Вот такими Были Киники Например Да Они Жили А На виду Все Было На виду Все Вот Опасный Уровень Свободы Вот Что это Такое Люди Вообще Не волнуют Вообще Что они Подумают Это Безразлично Безразлично И вот Свободное Общество Оно Не может Состоять Из людей Которые Боятся Друг Друг Из Трусливых Людей Не может Состоять Не может Быть Свободного Общества Можно Написать Какие Угодно Законы Конституции Декларации Провозгласить Что вы Свободны Но Страх Трусость Зависимость Делают Человека Несвободным Поэтому Общество Несвободное Мы это Видим Это все На бумаге Только Вот Диоген Он же Был Рабом Да Но У него Была Табличка Такая Когда Его Продавали На рынке То Вот Какую Табличку Ищу Человека Которому Нужен Хозяин Посмотрите Это говорит Раб Да Юре А Дефакто Самый Свободный Человек То же Самое И Здесь Оценочная Зависимость Боже Мой Там Вот Я знаю Сплетники Все Будут Распускать Слухи Сплетни Разговаривать Но Это Не Должна Волновать Свободного Человека Что Бо Ни Говори Что Бо Ни Говори Кто Бо Что Ни Сказал Эти Люди Не Знают Вас Не Знают Это Просто Трусы Говорят Злословят Сплетничают Трусливые Люди Люди Ничтожные Они Таким Образом Обсуждают Других Они Просто Себезначимости Предают И Все Это Общество Наше Было В общем-то Несвободным Авторитарным Тоталитарным И Человек Был Винтиком Винтиком Был Да Вот И Вот Эти Винтики Ну что Как-то Надо Было Компенсировать Их Вот Это Вот Положение Вот Через Сплетни Через Стукач Почему Стучали Доносили Чувство Собственной Значимости Вот Выслужится То же самое Сейчас происходит Сейчас СМИ Стучат То же самое Стукачество Тоже Выслуживаются Люди Чтобы Почувствовать Свою Значимость Вот Опять же Опять же Не ценится Жизнь Человека Не ценится Личность Нет Личности Да То есть Они есть Конечно Но их Очень Мало Очень Мало Поэтому Достигните Опасно Опасного Уровня Свободы Достигните Это Очень Круто Тогда Вы Будете Жить Своей Жизнью Ведь Мы же Говорим Что Цель Психотерапии Научить Человека Жить Легко Красиво Свободно Свободно Это Вы Не Зависите От Мнение Других Вы Делайте То Что Вы Хотите То Что Вам Интересно Вы Смотрите В бездну Она Смотрит В вас Я Сталкиваюсь С человеком У него Формируется Мнение Обо Мне Но И у Меня Формируется Мнение Об этом Человеке И Поскольку Я знаю Себя Хорошо И Изучаю Себя И Изучаю Психологию Знаю Психологию Я Об этом Человеке Я знаю Больше Чем Он Обо Мне Все равно Так что Поэтому Мне Люди То Не Я У 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 Вот Что Такое Знание Знание Это Сила Вот Что Такое Уровень Свободы Ты Не Боишься Никого И Общаешься Со Всеми Спокойно И Достигаешь Своих Целей Можешь Помочь Человеку Будьте Свободными Вот Это Очень Крутое Состояние Свободы На Сам Деле Очень Круто Быть Свободным Я Помогаю Раскрепоститься Да Вот Я Знаю Людей Естественно Свободных Людей Ведь Очень Мало В основном Там Люди Несвободные Люди Это В основном Какие У нас Замордованные Затюканные Забитые Запуганные Да Вот Такие Несчастные Несчастные Да Боятся Друг друга Боятся Страх Это Вообще Как Можно Жить В Обществе Страха Лжи Ой Боже Вот Но Благодаря Моему Моему Активному Участию В их Жизни Они Меняются И Начинают Себя Вести Свободно И Не Обращать Внимания На Других Молодцы Молодцы Я Рад Что Так Вот Ну Понимаете Когда Кривое Косое Становится Прямым И Прямым Это Радует Это Не Может Не Радовать Если Вы Действительно Хотите Сделать Что То Вы Найдете Способ Это Сделать Если Вы Не Хотите Вы Найдете Оправдание Извинение Себе Так Есть Скажите Скажите Себе Что Вы Заслуживаете Лучшего Вот Стремитесь К Лучшему Всегда Не Надо Довольствоваться Худшим Вот Хоть Какой Лишь Ни Одной Неправильно Это Неправильно Можете И То Же Самое Мужчин Касается Вот Соглашаются Быть Такими Ну Просто Бесхребетными Ради Того Чтобы Вот Женщина Рядом Была Набросит Все Равно Так Же И Мужчина Бросит Вот Поэтому Ну вот Для этого Нужно Да Ощущение Что вы Заслуживаете Большего Лучшего И это Научиться Надо Ценить Себя Так Воспитывайте Своих Детей Так Чтобы Они Чтобы Их Впечатляла Доброта Верность И Сочувствие А не Только Благополучие И Сила Власть Вообще Вот Я Конечно Вот Думал О том Что Вот Все Проблемы Человеческие В общем Там Они Связаны С Родителями С Родителями Родители Негативную Роль Сыграли Во Всех Проблемах И Некоторым Я думаю Не стоит Даже Иметь Детей Вот Это Ответственность Большая Иметь Ребенка Воспитать Его Любить Его Дать Ему Все Что Нужно Задача Родителей Научить Ребенка Жить Все Все Сделать Самому И Быть Ему Ненужным Вот Научить Ребенка Любить Себя Потому Что Благодаря Благодаря Любви К себе Мы Проходим Все Испытания Нет Не могут Это Сделать Воспитывают Авторитаром Уродуют Дети Уродуют Просто Души Детей И все Потом Вырастают Несчастные Чеки Маньяки И так Далее Страдают Всю Жизнь Всю Жизнь Страдают Никогда Не Принимайте Постоянного Решения Основанного На На Временных Эмоциях То есть Никогда Не Говорите Я Все Никогда Не Сделаю Что Что Говорите Такого Под Воздействием Эмоций Не Программируйте Себя Ваши Эмоции Проходят А жизнь Продолжается Все Можно Переоценить Но Для Этого Есть Психологи Надо К ним Ити Тогда Но Не Не Надо Себе Клясться И Что Там Обещать И Клятву Давать Себе Под Воздействием Эмоций Жизнь Как Катание На Велосипеде Чтобы Сохранять Баланс Нужно Ты Должен Постоянно Двигаться Да Поэтому Крутить Педали Все Время Быть В Движении Тогда Будет Баланс Все Время Вперед Только Вперед Мы Не Встречаемся С Людьми Случайно Каждый Встречается На Нашем Пути Ради Какой-то Ради Какой-то Цели И Причину Имеет Эта Встреча Всегда Так что Подумайте Об этом Кого Вы Встречаете Это Не Случайно Все Я Говорил Об Этом Что Я С Этим Согласен Тоже Да И Люди Разную Роль Играют В нашей Жизни И Часто Волшебных Помощников Кто-то Волшебный Помощник Вот А кто-то Наоборот Вот Мы Проходим Обряд Инициации С определенной Целью Да И мы Сталкиваемся Со Злом И Кто-то Должен Это Зло Олицетворять И Воплощать И быть Проводником Этого Зла Тоже Поэтому И Говорят Что За Одного Битого Двух Небитых Дают Да Вот Так что Все Не случайно Все Имеет Очень Глубокие Причины Самая Великая Трагедия Жизни Это То Что Мы Становимся Старшим Что Мы Слишком Слишком Быстро Стареем И Слишком Слишком Поздно Мудреем Стареем Быстро Мудреем Поздно Вот Трагедия Жизни Да Ну Кому-то Везет Есть Люди Есть Люди Без Возраста Но При Там Очень Мудрые Вот Они Выглядят Моложе Своих Лет Но При Этом Они Очень Мыслят Глубоко Мудро Так что Ну Это Таких Мало Таких Мало Ну Что Спасибо За Внимание Спасибо Что Работаете Над Собой И Меняетесь Это К Лучшему Меняетесь И Высветляете Себя Становитесь Лучшей Версии Себя Вот Самоусовершенствуетесь Помогаете Себе Крутите Педали Молодцы Также Благодарю Всех Кто Делает Пожертвования Нашему Видеоканалу На Развитие Тоже Очень Здорово Это Все